Продолжение следует... 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 и с англо-саксонскими королями по другую сторону Ла-Манша. Европа была также интеллектуальным сообществом, сообществом ученых, говоривших и писавших на одном языке, латинском, чистота которого была восстановлена в результате реформы школ. Как написал один автор, Карл Великий проявлял столько же ревения при искоренении ошибок текста, сколько и при покорении своих врагов на поле битвы. Но, благодаря королинкам в будущих старениях, Запад будет располагать международным языковым средством учения, и его не придется впоследствии инвентарь. Но, королинское наследие проявилось как в культуре, так и в обществе. Оформилась структура церкви, папство получило из рук королингов сведшую власть, папы настояли на своем праве посвящать государей, императоры. Покрывалась иерархическая сеть архиепископств, архи диагонатов и диагонатов. Устав святого Бередикта был введен во всех монастырях. Система церковной диссертивной, прижившаяся на Руси, в отличие от Византии, исчезнет лишь после Великой Французской революции. Что касается помазания королей, закрепляющего религиозный характер, божественный характер и власти, то этот обычай сохранялся в год до XIX века. Все европейские короли будут основывать свою власть на фундаментальных принципах королинской монархии. Коронационная присяга напрямую заимствуется из обещаний, дававшимися правителями в IX веке. Концепция королевского служения, обязывающая короля обеспечивать правосудие и мир и пользоваться при этом помощью и советом своих епископов, также имеет королевское происхождение. Тем словом, катарей заходит до единства Европы, будь то в Средние века, в Новое время, или в Наши дни, мы обращаемся неизбежно к фонументальной фигуре Карла Ведикого, не дря уже, как я говорил, на прошлой лекции 75-го года в Ахене присуждается Международная премия и в имени за весомый план достижения этого единства. Модель же универсального государства Карла Ведикого стала архетипом для всех последующих имперских проектов, вплоть до Наполеона Бонапарта. Наполеоновский имперский проект, напомню, будет центром внимания первого нашего круглого стола или научного кружка, который, возможно, создадится через четверг. Ну, по крайней мере, когда фронтологически подойдем к Великой Французской революции. Вы разделились уже на команды? Знаете? Кто кого спаррин, поштем? Ну, правда, он убивает из границы 8 марта, я не знаю, что мы в этой ситуации выйдем. Ну, один час от подойдет на модульную настройную работу, когда будет. А второй, как не вернусь, я еще подумаю. Идея империи сократилась не только в виде Византии. Источником ее возрождения на Западе в середине X века стало Восточно-Францкое королевство, превратившееся в сильнейшую военное и политическое отношение державу. Честолюбивый саксонский герцог потом, ставший во стороне Германии, точнее, главой федерации нескольких герцогств, возникший на базе немецких племенных объединений, поставил задачу возродить величие империи Карла Великого. Разгрубив сначала в 955 году на реке Ле Вендров, последний гномадов пытался нарушить покой европейцев в годном обморьском нашествии в середине XIII века, он принудил Мадьяру к оседному образу жизни, ну а также усмирил своих противников внутри Германии отчасти силой, отчасти с помощью союзов и геностических браков. После чего, отвлекаясь на призыв Папы Иоанна XII, защитить его от короля Италии Беренгара II еврейского, Атон совершил молниеносный переход через Альпы, завладел итальянским, бывшим ландобарским королевством со столицей в городе Павлия, и в начале 962 года вступил в Рим, где 2 февраля в соборе Святого Петра антифик торжественно тороновал его, провозгласив императором Августом, как некогда лев третий Карла Великого. Однако Атона, тоже прозванного Великим, никто из современников не называет королем Европы. Понятно, Атон не пытался объединить в одном государстве две Иперии, Римскую и Карла Великого. Но на самом деле оставался германским императором. Его сын-приемник Атон II заменил титул императору Августа, который носил его отец, титулом императора Римлян, император Романору. Ну а Атон III, воспитанный матерью Византийкой, обосновался в 998 году в Риме и провозгласил восстановление Римской империи, реновацию империи Романору, проникнувшись в идеи универсализма. Ну, одна из миниатюр изображает его сидящим во славе на троне, принимающим дары от Рима, Германии, Галии и от славян. Правда, в 1000 году он признал независимость Польши, принявший христианство Чехов в 1966 году. Ездно было учреждено архиеписовство, ну а князь Борислав Рапорть был учрежден и полусоюзником империи. В то же время была признана независимость Венгрии, и ее государь Сепан, или, как говорят, Матьяна Испан, крестившись в 1000 году, тоже получил королевскую корону, что возвышало его на другие людиодавки. Но на короткое время в Европе воцарилось согласие, и актоновская мечта казалась близкой к воплощению, благодаря общности взгляду юного императора, папы Сильвестра II и мудреца Гермарта, также склонного к восстановлению Римской империи. Но эти мечты быстро рассеялись после предъявленной смерти Атона III в январе 2022 года и папы Сильвестра 2 марта 2003 года. Новый монарх Генрих II, правивший в 2002-2004 года, предпочел вернуться к королевству Франкову, Ретмун Франкору, то есть империи брониза францкого королевства, как продолжала называться Германия. Однако на сохранившейся его церемониальной мантии латинская надпись восхваляет германского императора таким образом «О, славься Европу, всеблагий государь Генрих! Да приумножит твою империю тот, кто правит в вечность!» «О, славься Европу, всеблагий государь Генрих!» Однако я склонен согласиться с именом американского историка Чарльза Тилли, который утверждал в конце прошлого века тысячу лет назад Европы не было. За 10 лет, до 36 года, примерно 30 миллионов человек, живших в западной части евродичного материка, не имели достаточных причин считать себя единым народонаселением с общей историей и общей судьбой. Они их считали. Тем более, что этот днек на Римский мир не включал большую часть территорий к востоку от Рейна и к северному от Черного моря. Конец цитаты. Подверждая счастливым мирозавительным набегам Норманов. Но вот у последних выходцев из Скандинавии не было еще в то время государства. Они находились на стадии военной демократии. Во главе каждого временного союза находился конум. Ну а ответственные решения принимались на Тинге, в собрании свободных мужчин, воинов, располагавшим право принятия законов и избрания вождений. В Исландии, кстати, и на острове Мэн, что в Ирландском море, вот эта традиция эволюционировала в парламент. Исландский парламент, Алькинг, впервые собравшийся в 1930 году в местности Тингвендберг на юго-западе острова, считается старейшим в мире. И в предыдущем году на Алькинге большинство из митингов исландцев высказались за принятие христианства, то есть одновременность в Янгелии. Тинвальд, парламент острова Мэн, состоящий ныне из 35 депутатов, появился в 1979 году. Кстати говоря, остров этот, располагающий до сих пор широчайшей автономией, в 1973 году не присоединился вместе с Соединенным Терроревством к Европейскому экономическому сообществу, соответственно, его представители не подписывали Моносевский договор, и он остается до сих пор на пределах Европейского Союза, и проблемы в порядке его вообще никак не касаются. Но это одна из офшорных зон, которые, правда, в последнее время стремятся закрыть. Значит, да, но оба они, и исландский Альтинг, и Тинвальд, островом Мен, не оказали большого влияния на остальную Европу в силу своей географической изолированности. А вот набеги викингов сильно беспокоили империю Атона I и его преемников. Да и с Византией отношения складывались непросто, особенно в конфессиональной области. Хотя церковь в IX, первой половине XI века еще оставалась единой. Поэтому, к примеру, некоторые канонизированные святые почитаются одинаково, как на востоке, так и на западе. Среди них и цаунские братья, это не они, точно, цаунские братья Кирилл Хрифодий, в честь которых назван вот этот инофонный кабинет, и это не случайно. Ну, о том, что они являются славянскими первоучителями, наверняка вы знаете, но, наверное, немного и слышали, что в апостольском послании эгрего вертутис за беспримерное подвижничество от 30 декабря 1980 года папа Иоанн Павел II провозгласил святых фигурами более из антистских миссионеров и славянских просветителей с округовителями Европы вместе со святым Беледиктом основателем первого Западной Европы монашеского ордена со строгим уставом который Карл Беледик положил в основу своей церковной реформы. для папы поляка деятельность обоих славянских апостолов особо почитаемых Булгарии и Македонии была мостом между востоком и западом Европы. Ибо они в значительной степени содействовали к культурному развитию Старого Света так и крещению южных и западных славян массово приселившихся на Балканах в 6-7 веках из центральной Европы. В апостольском послании главы Римской католической церкви говорится для исключительных заслуг двух святых братьев Кирилла и Меходия есть много исторических оснований как в прошлом так и в современности имеющих богословское церковное и суббокультурное подтверждение в истории Европы. В чем состоял научный и гражданский подвиг Кирилла и Меходия? В том, что они изменили языковую картину Европы. Ведь до середины 9 века языками литургии были только Койне и Латынь. Койне это древнегреческий язык коллегистической эпохи своего рода лингва франка Восточного Средиземноморья в римских период язык Нового Завета и наиболее ранних христианских богословских трудов отцов церкви. Благодаря Папе-Семестру Первому мы уже говорили 4 века языком христианской службы в Западной Лимской империи становится и латинский А вот славянский точнее старополкарский признается каноническим лишь в 9 столетии случилось это последующие обстоятельства. Летом 862 года в Константинополь пребывает князь Ростислав из великой морали большого славянского раннефеодального государства разгинувшегося от Чехии до Карпат который бросит императора Михаила Третьего дать им учителя чтобы обучить народ истинных христиан в земле император вручает эту миссию философу Константину в монашестве Кириллу благо у него за плечами был уже опыт миссионерской деятельности среди хазаров ну и самое главное был полиглотом и хорошо знал язык славян поселившихся в окрестностах его города родного города Савоники которые славяне надевали солдью некоторые авторы полагают что общая матью Константина и Михаила то есть Кирилла и Фуния была славянкой миссии ну собственно в ходе мурацкой миссии и возникла славянская письменность так называемая глаголица можно посмотреть на экран можно посмотреть на стену первая автор была глаголической с помощью которой Константин с помощью которой Константин переводил на славянский язык евангелие апостол солдаты и другие церковные книги ну и 1663 года Константин приглашает своего старшего брата Михаила который стал монахом под именем Мефодий для совместной работы в мурарии где они за 3 года установили славянский язык как функциональный взятый в основу греческий алфавит мусулунские братья не только делали переводы и внедряли в традиции Константинопольской патриотики но и открыли новые культурные горизонты для славян обучали их представителей с целью комплектования местной церкви от дьяконов до старейших своей работой Кирилл и Мефоди доказали что каждый народ имеет право поклоняться Богу на своем родном языке вот это их подвижническое дело было признано и святым престолом уже в 867 году в римской базилике Санта Мария Мажора папа Адриан II торжественно осветил плаговицу отбросив тем самым трехязычную ересь признающую и чеврит древнережеский коинг и латын в качестве языков священных текстов ныне славяно-балгарский язык превращается в официальный и не только мощный тогда в Балгарии первое Балгарского царства принято хрещение в 864 году но и других славянских народов в 1985 году выступил по случаю тысячи межсторетия со дня рождения Мефодия Мефодия с энцикликов славором апостоле славянского апостола папа Иван Павел Второй вновь подтвердил к кириллами вводить создавшие славянскую армию что в свою очередь сделало возможное богослужение на церковно-славянском языке и несли выдающийся вклад в формирование общих христианских корней Европы по сути Ватикан официально сформулировал тогда принципиально новую позицию согласно которой духовные религия религиозное родство двух ветвей христианства было в конечном счете интегрирующим фактором Европы Эту позицию можно оценить как косвенное признание того что конфронтация в церкве играла дезинтегрирующую роль Началась она затылка до великой слизмы 1054 года конфликт между западной и восточной ветвью христианства назревал давно на востоке византии христианская церковь существенно зависела от сильной императорской власти византийские императоры уже 5 века играли важнейшую роль церковной жизни даже право созыва церковных соборов принадлежало императору который сам определял составу участка и утверждал их постановление на западе церковь не только не подчинялась в такой мере государству но напротив заняло особое положение римский папа был одновременно и важнейшей политической между западной и восточной церкви существовали истечением времени усугубились разногласия принимая все более принципиальный характер но в середине 9 века и позже это был спор о филиопе спор филиопе запомните это слово и филопол иногда пишут догмата западной церкви о происхождении святого духа не только от бога отца на чем настаивала восточная церковь но и от бога сына это позиция церкви западной ну вот помимо этого и десятков других догматических различий имели место еще и острые противоречия иного характера константинопольский патриарх не подчинялся папе ну а папа не повиновался предстоятель юридонтийской церкви ну как и было написано решение церковных заборов но остальные патриархи находились на территории уже мусульманской сферы влияния имеют антиартийский александринский и иерусамин ну впрочем еще острее стоял вопрос о том какую школу христианства поддержат в том или новой геонии Европы в кредении 9 века вспыкнул нешуточный конфликт из-за Балкан в частности Болгарии и Южной Италии конфликт за спорные территории зашел так далеко что папа Николай Первый отключил патриарх охоте от церкви в ходе курионик предал анакоми Николая а с ними всю римскую цапию как не каноническую первое отключение прозрачного 863 второе 867 года тогда в ходе эвасхизма не стало еще окончательным расколом но контакты двухсерквей с того момента прекращаются следующие 200 лет их почти не было Константинополь с ее начали автономное друг с другом существование но один из его важных факторов было как раз соперничество за привлечение облона церкви новых народов если скажем Дания в середине девятого века были другие скандинавы и позже там хорваты и венгрии слаганские времена балтийского поморья приняли крещение из Рима то болгары сербы волоки и молдаване из Константинополя но пусть испытывавшие разные регионные влияния в том числе и Запада оказалось в сфере притяжения Византии представлявшей тогда в тот момент видописного крещения в 1988 году самое мощное государство из сопредельных стран выбор веры за Никоту это конечно позднейшее дни творчества ставка 17 столетия как доказали истории ну и здесь не все так однозначно как на первый взгляд крестился народ в почайне на Днепре ну или по византийскому обряду ну вот какая незадача получается из повести временных лет мы не узнаем ни одного имени киевского епископа до 1037 года когда действительно был прислан некто феопент древес константинополь монахами переписчиками явно был выбор довольно большой кусок русской не русской а русской церковной истории виною почти в 45 лет в чем тут дело ну и здраво положение домыслы нас еще лично я склоняюсь мнению таких крупных ученых византий как карташов поленский успенский которые высказывают что владимир получив жены сестру византийских императоров не стал поддерживать константинополем церковных отношений ну может быть и по причине коварства братьям василевцев поначалу пытавшихся выдать замуж запиевского князя подставную фигуру которую выдавали императором ангелов ну в конечном итоге значит князь Владимир настоял на своем и византийский император некуда подниматься ему дали помощь но вот из версии взамен за этот роман спросил себе в качестве преференции материнскую епартию из отвоеванной уизантии царем Самуилом западной Булгарии западного Булгарского царства которая находилась на территории современной Македонии ну и поэтому первая русская церковь в организация была взята не из Царграда а скорее всего из Охрида из Охринской автор кефальной архиепископии где ученики Кирилла Мефодия наук Климент и другие создали кириллическое письмо которое пользуется до сих пор вот почему первыми митрополитами киевскими были болгары Михаил Первый Элеонтий Иоанн Первый а вот Четвертый уже приступивший к своим обязанностям в год закладки Садийского Собора в 307 году которого называют Гребен почему потому что император Василий византийский император Василий Второй прозванный болгарбойцей за ослепление 15 тысяч пленник солдат армии царя Самуила в том времени восстановил власть первым болгарским царством вместе с его падением в 2017 году была произведена и фактическая автокефалия Огринской археепископии обладавшая ставропегиальным представительским протекторатом над Киевской церковью но первоначальная ориентация на Огрин привела к тому что вместе с христианством Киев заимствовал из Болгарии древний болгарский то бишь церковнославянский язык который стал языком богослужения и делопроизводства наложившись ватвоверки языков полян бревлян там уличей и прочих восточных славян не знавших письменности на основе староболгарского и местных наречий сформировались потом украинский белорусский и великорусский литературный язык и потом потому как через смешение народной латыни германский и кельский диалектов сформировались языки германский друг но в любом случае принимая мессианство владимир великим учил и усть в европейскую цивилизации а вовсе не заложил основы русского мира подтверждает с этим в этом соглашается академия юрий пивовару директор института научной информации российской академии наук с тем что тем условия крещения руси это путь в Европу указывая правда и на другой проблемы крестьянизация соответствовала византийской традиции но была не греческая просвещенная а болгарская безразвитой научной мысли простые догматы по этой причине на Руси почти не была воспринята римская политико-правовая традиция и уж совсем не привелась греческая философия явившаяся важной античной составляющей византийской цивилизации в этом наверное заключалась кардинальное отличие русского византийского синтеза от освоения и переработки античной культуры германскими точнее западноевропейскими народами цивилизаций но тем не менее в своем указе на чествовании памяти князя киевского Владимира Великого в связи с тысячелетней годовщиной его покоения философии порошенко имел все основания утверждать о важности принятия христианства для развития украинского общества и неотъемлемой части европейской цивилизации как неотъемлемой части европейской цивилизации другой раз в выбор без отцов нас для покипания православной церкви украины наш президент заявил трещение ну ему написано трещение в 1988 году Руси Украины было европейским выбором князя Владимира Более того как пошутил один блогер в этом поводу присоединение к христианству в средние века это все равно что присоединиться к европейскому союзу сейчас но если серьезно принадлежность ввести к европейскому культурному ареалу как государства христианского с относительно высоким уровнем драматности собственным судебником и русской правдой не вызывало сомнения ни в Европе ни в самой Уси о чем говорят оживленные контакты Киева своими западными соседями брачные союзы киевских князей с европейским монахом и многое другое ну чтобы убедить сомневающихся в этом приведу вот такую статистику из 52 гимнастических браков киевских князей отмеченных с 2146 года три четверти приходится на западные страны Англию Норвегию Швецию Польшу Германию Венгрию и Францию Не зря Ярослава Мудрого называли тестем Европы Ларвегий был отцом Европы тестем Европы но Ярослава Мудрый Ну вот подробная информация на сей счет содержится в публиконе не так давно в Гарварде коллективной монографии Киеван Расен не Расен а Расен Мэривел Юрэ Наиболее известной из всех является историей жениха французского короля Генрика Первого на Киевской дне Анне младшей дочери Ярослава Мудрого в 1051 году это произошло причем современный французский историк Филипп Де Лорм автор недавно публикованной книги Анна Киевская дружина Лянника Фершова по рекламе украинской новой признает что на начало 11 века территория Киевской Руси была экономически и культурно более развитой нежели территория Франции Да и население Киева в 10 раз превышало население Лаврижа 30 тысяч против 3000 в 10 раз поэтому Анна отказалась поселиться в Борисе Ярослав Ярослав Мурия породился с картетами за 3 года до своей смерти что совпало в то время с великой скизмой последние назревало Долуно но вовсе не было обязательной но во всяком случае императору Артону Первому и его потомкому давали разбегать разрыва сведонки помазанный на императорский престол Папа Иринский Артон Первый все же в знак примирения в 1972 году женил своего сына Артура Второго на греческой принцессе Феопарно в другой транспитции Телфани которая пока сын был несовершеннолетний с 983 по 1991 год осуществляла регенство византийское влияние было довольно ощутимым и предваря оттона третьего да и остальная христианская Европа первой половины 11 века еще не оторвалась от греческого православного мира Более того Западная и Восточная империи выступали союзниками перед новой угрозой викингами или норманами на руси называли варяками выгодцы преимущественно из скандинавов они жили как правило торговлей наймом грабежами пытаясь установить контроль на такое питание они никогда не задерживались на одном месте положив начало многим европейским государствам и королевам на карте не обозначены красным цветом норманы тем самым сыграли существенную роль появлений государственности в европе в том числе создание демократических институтов помните в исландском альбин дело но в середине 11 века норманам уже ничем не отличавшиеся от других европейских рыцарей устремились в север и Средиземном море что угрожало владениям папы римского призвавшего на помощь на помощь наемников швабов вместе с ними должны были сражаться войска византийского императора Константина Деганова Мономата которому чужеземное завоевание угрожало куда больше чем папа ведь нормандский герцог герцоги претендовали на юг Италии который тогда уже был не арабской а византийской территории говорю по-гречески ну поэтому ромейский император предложил папе римскому Льву IX союз против норман союз был заключен на следующем условии папа помогает защитить византийской территории Италию врагов за что Василевс передает церковную власть ладинянам в Калабрии и Апулии то есть на носке и пятке апельинского запада оставляя светскую власть за собой поделили церковная власть по-акелинскому и светской индийскому императору но договор это был заключен правда в тайне от Константинопольского патриарха Михаила Керулария которому это реально не понравилось однако когда дело дошло как говорится до Жареного византийцы передумали полагая что у Башки и так двойное преимущество прежде всего сами справятся но при этом понесут огромные потери и таким образом уже византийская армия станет главной военной силой Италии но однако византийцы не ушли петропудры и византийцы не ушли того что норманы были рысарями и сражались с Толошая в полной экипировке а германцы в пешем строили одним словом в битве при Чивитате 18 июня 1053 года нормандский герцог Роберт Глистар что в переводе означает хитрец вышел победителем а папа Римский на 9 месяцев попал в негуфле ну и герцог действительно оказался хитрецом он предложил ему девятому признать за собой отвоеванные в реках земли взамен соглашаясь на верховную духовную власть папы упущая открыть его вассалом и союзом ну папа судя по всему согласился на эти условия да и деваться ему дало некуда но через месяц 19 апреля 1054 года умер неожиданно то самое время когда в Константинополе находилось его посольство ну по крайней мере действовавшее его имени во главе с кардиналом Гумбертом который должно было склонить бизантийского императора к решительным действиям по освобождению бунтилика а также разрешить накопившиеся церковные противоречия между западным и восточным христианством в том числе по вопросу кому должно подчиняться духовенство Южной Италии но диалога не получилось разгневанный патриарх Дахаил I Керувари узнавший о достигнутом достигнутой ранее за его спиной сделки закрыл все латинские церкви в Константинополе а заодно и армянские из-за расхождения и в обрядовости более того его Сакерувари помощник по финансов прочим вопросам Константин во время акции закрытия церквей явно перестарался в своем ремении выбрасывал из латинских дародонительных святые дары а именно хести или облесновки пресный хлеб и топкал их ногами замечу сколько что православные евхалийские используют в основной практике в гряде причастия квасной хлеб так называемые проспоры ну и в этом заключалось одно из разногласий между церквями патриарх михаил приказал также составить послание против платиниан в котором перечислялись и порицались все нововведения что армия епископом патриарх львовом окриц было сделано вязчим допущением кардинала Бумберга и сопровождавших его лист среди которых был папский канцер Фредерик через три года ставший папой римским степаном девятым ну и 16 июля 16 июля 2004 года перед началом богослужения они вошли в собор святой софии и ссылаясь на константинов дар объявили о низложении Керулария и его ближайших соратников опыт учений в церкви святой вот в ответ на этот собор византийского духовенства созданный императором 20 июля по настоянию патриарха предала нафеми римских льгатов ну а папская мула была приютно сожжена вот так произошла великая эскизма раскол окончательно разделивший христианскую церковь ну сих пор она распалась на двое на западную центру и восточную центру Константинополя открыто провозгласивших свою независимость друг от друга причем как восточная так и западная христианская церкви в равной мере претендовали на значение единой вселенской эпуменической по-греческой католической по-латыни или кафорической по-греческой поэтому западную церковь называют рима на количество агрескую греко-кафорической или православной правильно славящий бога по-гречески ортодоксия истинное правое течение но это было не просто конфликт двух конфессий по существу в христианском мире сложилось два феномена две культурные традиции потерявшие в существенной степени судьбы народов западной и восточной Европы между в которой произошел раскол есть там остатки да пока что ну примерно вот по этой черте по этой риге по-многому совпадает с линей Хандинтона который говорили о этом херопе весьма примечательно что после взаимной анафемы папские легаты возвращались кружным путем через Киев что само по себе действует о том какое значение придавалось значит придавалось позиции в разводившемся церковном споре в ту пору высших духовных лицов там был митрополит Ларион изранный в 1053 поэтому на должность соборов местных епископов самочивно без благословения патриарха но с разрешения Ярослава Мудрого скончавшегося накануне в феврале 2004 года очевидно ребята искали поддержку своим действиям столь крупной митрополии тем более враждующей с Константинополем но невеликий князь Ярослав Ярославович недуговянство России конфликт кардинала и патриарха конфликт решила не вмешиваться для всего остального христианского мира раскол 1054 года публично обосновывался богословскими разногласиями догматическими каноническими ритургическими и дисциплинарными ну и главное главное что удалось отстоять Святому Престолу с точки зрения будущего развития своей сферы влияния это филиопа филиопа ключевой элемент в идеологическом фундаменте западной цивилизации филиопа это идейное обоснование разделение божественной власти а следовательно и политической конкуренции разделение ограничения любой публичной в том числе государственной власти ну а разделенная власть и руководящий принцип организации общества и государства это антитеза цезаро-папизму утвердившемуся византии и базилевск был не только главой государства но и главой церкви разделенность власти это своего рода предохранитель ее концентрации монополизации узурпации руководящего человека одной группы людей императора святого престола партии корпорации этнической общности одного какого-то органа и так далее ну вот принцип этот берет начало как раз в успехах достигнутых римскими епископами в ходе великого раскола в борьбе за филиоквы без которого по мнению современного российского политика экономиста андрея ларионова без которой современной евроатлантической цивилизации попросту не существовало бы именно с разделения в 1054 году христианской церкви нато-корриджевской и православной прежде всего волкосов филиоквы начался современный запад православные республики с равенством граждан выборами лидеров и системами права похожими на западноевропейские достаточно вспомнить Великий Ногород Псковскую Республику Запорожскую Сечь Восточноевропейские города Великого Княра Славяковского Речи Посполитой с Магдебургским правом Ну все это верно однако ни в одном православном обществе не принявшем конечно непрогателевропей не случилось ренессанса реформации не случилось научной и промышленной эволюции поэтому ни одна из своемеденных стран православной традиции даже те кто-нибудь ходит европейский союз я имею в виду Грецию Баггарию и Румынию ни одна из них не стала успешнее государо западной Европы где в средние ряда не говоря уже о странах называемого восточного партнерства Украины Беларуси Молдовы Грузии да и Россия из Армении тоже понятно хотя Армения раньше восточной ряда христианства 301 гг христианства государства вплоть до их вытеснения категорию перманентных противников именно раскол между различными рядах христианства стал катализатором формирования европейской идентичности западной части континента ну а человек ведомовший период был гением как минимум на уровне основателя христианства ибо возбуждение о том что дух святой исходит не только от бога отца но и сына лежало в основе разделения церковной и сельской власти а позже и значит различных власти государства ну вот традиция их противопоставления церковной и святой власти на западе Европе привела к поиску процедур и институтов сдерживающих произвол государства в новое время ну а традиция директор отношений с европославом привела к теориям общественного договора несколько иначе обстояли дела на востоке в империи ромея дуализм церковной и религиозной власти был чужд для греков архитектурной церкви патриархи и митрополиты назначались самими императорами цезаропопизм превратил византийскую церковь предаток государства византийской церкви не образовался принцип возможного ограничения полномочий правителей ну позже это пагубным уроком сказывается на московском государстве которое 16 века воспринимало себя как третий рим как продолжателя византийской традиции итак переходим к выводам на всем протяжении каролинского и послекаролинского периода европа первой половине 11 веков в текстах чаще чем принято считать встречается понятие Европа европа и не столько в качестве биографического названия сколько чувство некой социо-культурной общности объединенной христианскими ценностями когда вот на почве единой веры ритуалы и символики возникают ростки общеевропейского сознания даже после раскола 1954 года ощущение единства христианского мира продолжало сохраняться в психологии людей какое-то время хотя различие социально-экономических политических и культурных традиций все дальше разводило православный восток и католический запад в начало крестовых походов те и другие уже не понимали друг друга особенно западные люди которые даже самые ученые не знали где стоит туда непонимание перерастало в ненависть что иные историки склонны рассматривать как реакцию воинственного и бедного вармарства запада на богатство цивилизованного мезонимского общества но при этом вармаризированный христианский мир запада во многом начинавший все заново с чистого христа сумел быстрее приспособиться к реалиям времени экономическим и политическим изменениям которые происходили в Европе перерывавший период певдарной раздробленности кельско-германский мир в это время завершал тысячелетний процесс освоения античной культуры и выходил на новый уровень развития именно со второй половины 11 века изменения в Западной Европе приобретают взрывной характер возрождает соинственное право возникает поэзия турбатура и вагантов в поэре кочуют из одного училища в другое невзираю на границе появляются первые университеты где везде преподавание велось по латыни по общим учебным программам вот из этих экзистенциональных основ христианства в его римогатолитетской ариентации в латинский язык как литва франка римское право феодоризм и всего этого вырос особый европейский порядок его рыборством цехами ярмарками судопроизводством романским методическим искусством с пластикой гравлическими компферами с временем банковским делом которое тоже появилось в Европе сначала и в Европе да конечно королеви и их васалы нередко воевали друг с другом что приводило к частной смене границ не отвечавшихся в те времена стабильностью ну а порою и насильственной сменой династии как случилось с Харом в Англии после ее захвата нормандским герцогом в Вильгельмом Довоевателе в 366 году но это были по выражению сейчас как у нас семейные ссоры без ожесточения которые появятся позднее религиозных войн но все-таки мы имеем еще одно важное отличие Востока и Запада Европы в Византии в московской державе сложилась ситуация практического совпадения распространения господства православия с границами этих государств если римской церкви было ну сравнительно безразлично победить в этой войне тот или другой катаритский государь все равно все равно ведут Рим то для православной как правило любая война принимала характер войны религиозный означая победу или поражение православия это было также фактором способствовавшим идентификации ортодоксальной церкви связи византийским ну а позже московским государством выработка идеи о много раз более контраблистской позиции по отношению базилевцев и царю по отношению светской власти следствием этого было отсутствие приказаний на политическую власть со стороны ортодоксальной церкви ну крайне имеются реальные шансы на успех кроме того на востоке где не было столь глубокого культурного перерыва на западе сохранялась более тесная связь с наследием прошлого что предопределило известную консервацию известную консервацию социальной и культурной жизни ее более медленную и противоречивую эволюцию вот византиях мы уже выяснили сохранялась симфония кавычка симфония между государственной и церковной властью здесь состоялся своего рода симбиоз церкви и государства при доминации последнего что они принято называть цезаропопизмом церковь тогда как западной европы светская власть не только сотрудничала со святым престолом но и велась с ним борьбу за разделение сверхвлияния и полномочий как мы дали любви или скорее наоборот когда святой престол был большим со светской власти которая продолжала столетия таким образом период классического средневековья европа уже была республика гендиум христиан республикой христианских народов но миссию главного интерпредатора европейского единства надолго взял на себя католицизм столетиями не признававшись подбор за православие но ощущение единства среди католиков рождалось не только из общей веры но и из того факта что институты правления по всей западной и северной европе были очень близки между собой условия феодальной разгромленности и фрагментарного суверенитета церковная структура с ее епископами пригодами монастырями монашескими орденами структурировала огромное пространство от Исландии и Ирландии до Средиземноморья Одна и та церковная Исландия звучала во всех храмах Власть Папа Римского признавалась всеми христианами ибо правители ранних феодальных государств не были в состоянии обеспечить свои интересы самостоятельно без опоры на авторитетные возможности Святого Престола главного носителя универсалистских ценностей Ну что вскоре вас после юнийской формы церкви породит тенденцию к пакоцезаризму к пакоцезаризму то есть смешались в Рима дела светских правителей Европы с рентрением контролю за деятельностью государственной власти за пределами папского государства по мнению средневековых знатоков канонического права папа Римский обладал законной юрисдикцией над всеми людьми равно как над верующими так и неверующими соответственно он обладал также правом прямого вмешательства в делах христианских и нехристианских государств с целью защиты живущих братьев поверье или исправления ошибочных действий правителей вплоть до их свержения водоналожения интердикта вот этим связано обоснование попытки создания теократического европейского государства теократического европейского государства с насильственным обращением в истинную веру тех народностей европы которые еще оставались вне католического мира украинских и балтийских примеров народов и борьбой противиноверцев за пределами Европы в первую очередь в первую очередь их изгнание из святых мест оказавшихся во власти мусульманских правителей но такая ориентация проявлялась в длительной борьбе пап за верховенство духовной власти на светской в миссионерской деятельности опирающейся на воинство Христова рыцарско-монаховская ордена ну и крестовая похода крестовая похода конца 11-13 веков ну фронологически это период 1096 1270 веков если не считать более мелких так сказать походов которые так же иногда давали христовом так но это уже система стены речи возвращаясь к подозревому средневековью хочу вам сообщить что есть такая точка зрения в историографии что первые военно-политические объединения государств Европы военно-политическое объединение государств Европы происходили подложенными защитой христианской святыми во времена крестовых походов 11-13 веков последние замышлялись вот по крайней мере отчасти для того чтобы обратить вовне энергию европейских феодалов искав славы и добычи официально же целью было возвращение святой земли и покоящегося в ней гроба Господня в руки христиан инициированные папством походы христианского рыцарства на восток действительно носили паневропейский характер как выступление под знаком христианского креста против исламского полумесяца вот правной точкой стала знаменитая пелермундская речь папы Урбана Второго произнесенная 27 ноября 1095 года в которой глава Юстикурии призвал всех правоверных христиан прекратить внутренние раски и отправиться на священную войну освобождать леноверцев гроб Господня находящийся в окрестностях Иерусалима ну сознание средневекового человека это был не просто город в котором прошла земная жизнь спасителя это был символ будущего небесного царства что ожидает всех верующих поэтому на призыв папы преследовавших цель уменьшить феодальные междоусобицы решить проблему аграрного населения откликнулось множество людей от государей до простолюдинов едва не все европейские государства объединяющим фактором для которых была принадлежность христианской религии считается что уже первый крестовый поход 1096 99 годов во многом определил переход Европы в фазу зрелого средневековья он заставил европейское рыцарство ощутить себя единым целым накрепко связав себя с христианской верой он оказал влияние на формирование новой модели поведения в рамках которой высоко ценивыми карисами превозносимыми в стихах прозе песнях и в живописи стали благочестие и служение церковь идеализировала образ глубоковерующего рыцаря сражающегося во имя Господа благодаря ему папа юрского повсеместно стали воспринимать не только как духовного но и важнейшего политического лидера он же обозначил общую цель для западных монархий объявил защиту церкви не просто желательной а обязанности власти муссу первой в истории поход вызвал немногие идеи структуры которые определили развитие Европы в год до эпохи реформации он же оказался самым успешным уменьшавшись крупными военными победами совместно с византийцами были разбиты турки сельджуки захватившие византийцами взят иерусалим со святынями его созданы четыре государства представлены княжества антиохия графства триполи графства одесса и королевства иерусалимское которое оказалось наиболее жизнеспособным просуществов без малого полтора столетия однако вот эти государства представлявшие собой плацдармы западного мира в разъемном окружении требовали постоянной помощи извне что делало неизбежным последующие крестовые походы всего это состоялось восемь последнего 1271 в 1272 в 1272 в 1272 это было массовое военно-клонизационное движение массовое военно-клонизационное движение обусловленное также потребностью европейцев завоевание и освоение новых земель развития экономических отношений со странами переди азии киевский профессор андрей мартина вообще полагает что христовые покоры стали проявлением первых попыток совместной внешней и оборонной политики в Европе в Европе создали единственную настоящую европейскую армию которая когда-либо существовала это конечно похоже на модернизацию истории и численность крестоносного воинства сильно варьировалась и не была постоянной но если в начале покора 1997 года вольство состояло из десятков человек в том числе порядка четырех с половиной тысяч рыцарей то после основания иерусалимского королевства и возвращения приегимов домой на святое дело можно было мобилизовать наверное более 15 20 тысяч человек со всех четырех владений даже учитывая ресурсы духовно-рыцарских орденов госпитальеров и тамплиеров возникших походу и вскоре после первого крестового похода но еще позже родили и Тептонский орден переброшенный затем в район восточный прибал и целью христинизации государства крестоносцев на ближнем востоке стали своего рода культурным плавильным котлом хотя чувствовалось доминирование франкского элемента недаром и мусульмане и византийцы скоком называли всех западных пришельцев франками что было синонимом слова европейцев ну и поскольку социальное мышление строилось тогда и позже на оппозиции свой-чужой католический мир через крестовые походы осознавал самого себя как пестрый но все же единый социальный организм с другой стороны крестоносцев сталкивается с другим миром даже с двумя православными зафильскими мусульманскими ну и эти контакты не только кровавым столкновением на поле брани устанавливать во время штурма в Иерусалим крестоносцы убили не менее десяти тысяч мусульман и иудеев но одновременно происходило также культурное взаимопроникновение общеизвестное влияние оказанное крестоносцем эпопеей на европейскую экономику быт науку и искусство при этом все это не нужно что мусульманские владения были во много раз богаче католически арабы выглядели тогда гораздо цивилизованней западных европейцев на порядок культурней рыцарь не говоря уже о простожужинах подоку не мылись были грязные вонючие болели кожными болезнями не смотрелись вообще ужасно когда снимались в лесопе тогда мусульмане представляли состоявшую цивилизацию достаточно комфортной жизнью благоустроенные города с канализационными системами безусловно походы святую землю раздвинули интеллектуальные горизонты европейцев способствовали расширению представлений о странах и народах ближневосточного региона обогатили их новыми знаниями под их влиянием под их влиянием в Европе появились новые сельскохозяйственные культуры рис, гречиха, лимоны, амбикосы, арбузы заимствовались некогда научные и технические изобретения арабские цифры косой парус медленные мельницы особенности быта горячие бани столовые приборы и прочее хотя конечно основные культурные и технические достижения ориента пришли в Европу через мусульманские Сицилию и Испанию но и на латинском в Востоке происходило взаимное влияние двух цивилизаций причем заимствовали в основном европейцы но рыцари приорвали вкус к восточным товарам пряностям камен коврам оружию из высококачественной дамасской стали наиболее же важным результатом крестовых походов был захват западноевропейскими странами торговых путей по Средиземному морю которые ранее находились в руках Византии купцов Леванта и Египта что сильно оживило их торговлю с Востоком сыгравшим в экономическом развитии западной Европы вождей и флюрой первенствующие значения в этой торговле получили Венесия и Генуя так как Византия оздоровленная в результате четвертого крестового похода уже не могла с ними соперничать но это имело большое значение для опережающего развития североитальянских городов и облегчало возникновение в них росток капиталистических отношений и плодают некоторые историки без крестовых походов по-видимому было бы невозможным открытие Америки ведь 14-15 веках из экспансии Османской империи многие торговые пути в Витию и Китай много окажутся перекрыты что выводило европейцев заняться поиском москвичных путей в эти далекие пугатые страны однако отсутствие единой стратегии и ограниченные людские ресурсы вырубили христианских рыцарей в 13 веке оставить не только захваченные 1200 в 4-м году в 4-м году Константинополь но и святую землю и хотя в конечном итоге крестоносное предприятие постигла неудача закрепиться в Палестине и понесли мир ислама не удалось свою роль кристаллизации такого политического культурного и религиозного явления как Европа они безусловно сыграли они ее консолидировали впервые в значительной мере сведя воедино представителей самых разных европейских народов стран ну а также обойти в резервство идеи меморали чести долга и служения высшим идеалом с чем тесно связаны такие кардинальные ценности европейского пиодального общества как верность спасалась дьору куртуаз на служение прекрасной даме легенда о мистическом граале кубке с обращенной веном кровью спасителя и многое другое но не зря современные исследования считают что крестовые похори стали решающим вкладом становления западного христианства и его духовных но в то же время они давали дополнительный предпрок для вмешательства римской курии в жизнь европейских государств крестовые походы не только служили важнейшим источником источником доходов папства но и орудием усиления папского престижа и роли в мировой политике прежде всего в западной и центральной Европе где одновременно происходило два процесса образование общего европейского пространства и его разделение на королевство которые наряду священной империи и стали главными объектами внимания и прессинга со стороны святого престола монархи которые отрицали право церкви контролировать их деятельность и стремились ограничить объем этого контроля оказывались ситуации когда их правлению отказывали в легитимации требования немецких пак пословились на концепции согласно которой государственные полномочия рассматривались всего лишь как инструментальные согласно этой концепции государственная сфера это не более чем инструмент который должен быть ограничен ну и те критерии в соответствии с которыми измеряется правление монарха находятся в руках папы и церкви поэтому именно за ними признавала в репутную власть каноническое право регулирующее межевропейские отношения и только его папу римского считала сувереном прочие правили с точки зрения святого престола там разного рода там герцог и маркизы короли и даже император выступали в роли папских классалов подобные модели отношений можно изобретить в виде пирамиды на вершине которой находится папское государство то есть религиозная власть присвоила себе функцию сдерживания и контроля засветственные правители в итоге развитие теократической дотеррии на западе привело к тому что государственные дела стали рассматриваться под типиками как один из аспектов своей деятельности конечной целью которого являлось создание всемирной теократической монархии с центром Риме всеверной неократической монархии с центром Риме именно такую цель поставил перед собой папа Григорий VII бывший глюнийский монах из Тосканы Бильдебрандс который считал всякую власть ниже папской ибо монтирик является проедником самого апостола Петра ну и поэтому все советские монархи должны ему подчиняться вот такая логика устраивала далеко не всех а больше всего германских императоров созданная в 1962 веке на базе саксонского королевства немецкая империя до 1034 года именовалась Тримской империум Браман с второй половины 12 века с 1157 года священная империя ну значение не святое а восхищенной или благословенной предсказанной империумием пророками которую принято было считать последним земным царством или концом света середина 13 столетия с 1254 года это довольно рыхлые государственные образования где императоры не наследовали престол а избирались дезьями культурскими середина 17 века империя стала называться священной римской сакру роману империю империю ну а середины 15 столетия священной римской империи германской нации хотя официально 1512 года постоянно менялись приспосабливаясь реалии времени до начала 19 века до августа 1806 года на протяжении всего своего существования она была некой смесью трех важных составляющих отсылкой кондичности христианства и германской период наибольшего подъема в 12-13 века составы этой империи уходили Германия ставшая ядром Северная и Центральная Италия Швейцария Рязан Статарин Георгун Нидерланд Бельгия Люссенбург Чехия Силезия земли полгабских славян ну вот наверное где он наибольшая граница в 13-13 столетия идейной основой Священно-Ринской Империи был католический универсализм а целью объединения всех христиан живущих в Европе что поддерживалось и Святым Престолом но между двумя главными универсалистскими силами Средневековья никогда не прекращалась борьба Господство Германских Императоров над Павством по мере успехов Клюнинского реформаторского движения во второй половине 11 века сменилась попытка Святого Престола установить свое первенство и утрата императорской властью контроля над Италией еще при Льве Третьем вскоре после Великой Скизмы в 1059 году Святому Престолу удалось добиться того что Папой стали назначаться без согласия императора решением коллеги кардиналов на этой почве Григория Седьмого управлявшим делами католической церкви с 1983 по 1985 годы возник серьезный конфликт с императором Генеком Четвертым с формально юридической точки зрения он заключался в борьбе за инвеституру в борьбе за инвеституру за право назначать депрессивного арбата то есть утвердать духовные листва законные должности но в широком аспекте являлся борьбой за верховенство власти в империи фактически в нарушении евангелического разделения между тем что принадлежит Богу и тем что принадлежит Кесарю особое возмущение Генрика вызвал программный документ Григория Седьмого относящийся к уминилому к тысячелетчетвертым и к красноярскому на заглавленном диктат Пап который кстати вызвал возмущение также и Константинопольской Церкви в этом документе провозглашали следующие принципы политической доктрины папства один папа может носить императорские регалии все князья должны целовать ногу только у папы только имя папы упоминается в церквях папа вправе не излагать императору никто не имеет права судить папу римская церковь никогда не ошибалась она согласна сверейского писания вечно будет непогрешимой ну и наконец папа может освободить подданных под присяги верности лицу совершившему грех то есть освободил присяги любому сеньору влады императора ну вот отвергнувший поначалу этот диктат затем самого Григория VII в качестве наместника престола Святого Петра 26-летний германский император был отлучен от церкви что немедленно распровоцировало восстание германских аристократов в вышедшем исповедовании о своем пустью верену оставшемуся без армии соратникам императора не оставалось ничего другого искать бедерения слабых посреди холодной зимы через обледенелые антийские перевалы с жалкой свитой 25 января 17-го года анфибол замок коноса на севере Италии где находилась когда резиденция партнер и принял покаяние наделал власядницу трое суток бутяком простоял на морозе угород крепости пока Григорий не снилось запад и пустил венеценосного грешника просившего на коленях вручения вручение он получил хотя не на голодов а выражение идти на коносцу стало означать соглашение на унизительную капитуляцию факт общеизвестный наверняка мы слышали об этой истории Дома Джордж Шиблин современный американский историк политолог обратил внимание на иной аспект проблем ни в одной другой исторической традиции пишет он нельзя себе представить светского владителя который как император Геннадьевич четвертый решился бы на прочую власянице с веревкой на шее чтобы пугается своих политико-религиозных греках или говоря языком права признать религиозную власть папы Григория седьмого о котором он бросил врезом и проиграл идея что московский царь византийский император или османский султар могли бы совершить подобное покаяние покаяние гранили с абсурдом конец цитата хотя по мнению ряда историков и неевистов со стороны Геннадьева это был скорее политический маневр и на этом борьба павцовских властей Европы это большая власть не закончилась лишь в 1122 году удалось достичь временного компромисса когда противовольствующими сторонами лица Геннадьева и коллекса второго удалось заключить в Горнский конкордат в Горнский конкордат боевого условия избранные гриматы получали духовную инвестицию то есть изведение в сам кольцо и пособ от Папы Римского а светскую права на земле владения от императора причем выборы епископов в Германии как это говорилось должны были проводиться под надзором императора ну а в других частях без участия императорской власти но главное заключалось не в этом зафиксированная в Горнским конкордатом доктрина двух мечей духовной и светской власти предоставленной Богом Папой и императору препятствовала теократизации и в целом монополизации власти это было большим завоеванием принцип разделения двух сфер духовной и светской это принцип освободительный в исламе пример он отсутствует в прочем и в православии да и нигде в мире мы не наблюдаем ничего подобного нигде в средние века не сложилось разделение религиозной и секулярной легитимности кроме западной Европы где ни церковь ни государство не сосредотачивали в своих руках всю публичную власть как бы ограничивая друг друга в дальнейшем они могли относительно мирно сосуществовать только благодаря взаимному признанию ну а на этой основе впоследствии были выработаны концепции ограничения государственной власти и разделения ее в эфире представительной исполнительной и судебной демии вот компромисс достигнутый в 1122 году не привел однако к окончательной ясности вопросе о верховенстве государства и церкви и во второй половине 12 века в непризвеке Барбаросе герцога Швабском первым избранным императором из династии Гогеншталпеном борьба между папским престолом и империей возобновилась с новой силой хотя теперь главным поводом для противостояния был вопрос о принадлежности санитарьянских земель который в отчасти решил сын Генрих Генрих VI король Германии сумевший в конце XII века завоевать Сицилийское королевство что привело к полному окружению папских владений землями священной Римской империи правление второго бога Штауфена а он зашел на престол в 1901 году считается вершиной императорского могущества в Европе когда даже приненный им английский король Ричард Длинное сердце возвращавшийся встречу Христового похода вынужден был за свою свободу принести не только огромный выкуп но и хоммаж хоммаж то есть вселенную присягу на свое королевство вынужден был принести вассальную клятву признав императором своего суверен однако как вы знаете в истории Средневеков империя как не стала централизованным государством мощью подтачивалась не только борьбой по святым престолам но и гражданской войной развернувшейся между вельмами и правящей династией ну и кризис был и ускорен предъявленной смертью императора Генрика Шестого в 1909 в 1907 году что нарушило равновесие в империи и позволило ее третьему Папе Римского доминировать в Европе в период своего патификатора проведившегося с 1698 по 2016 год когда полномочия Папы достигли своей вершины полномочия императора до Симпетика в конце 12 столетия Папы Римского в начале 13 когда его верховную власть признавали королей Португалии Арагона Дании Армии Польши болгарский царь Калаян и Сербский Друпан Степан Первовенчатый ну а в 1245 году королевскую корону Друппанского лекарда принял и Данила Далинский признавая тем самым верховной церкви Папы Римского однако с императорами было сложнее борьба между двумя центрами силы шла с переменным успехом вплоть до до начала 14 века до так называемого авиньонского пленения баб французским бралем Филиппом Четвертым красивым продолжавшегося 68 лет начиная с 1309 года с небольшими перерывами ну после этого папство уже не смогло управиться от потрясения тем более что потом начался период великой скизмы великой западной скизмы продолжавшейся до Константского забора 14 14 18 годов ну и в дальнейшем в дальнейшем оно уже не претендовало на политическое соперничество с набиравшими силу западными монархиями которые можно наверное называть 14 15 веками в веках протонациональными государствами в первую очередь Франции империя же раздираемая внутренние противоречиями слабела и со второй половины 13 века вступила в полосу кризиса в противоположном центру в Германии все больше укреплялись курфюрсы нельзя избирателей их было 7-8 разное время несмотря на то что существовало формальное единство и над государственной власть ряд стран погибших составом империи не только имели признаки суверенитета но и ожесточенные войны между собой и против императоров поэтому вряд ли можно согласиться с мнением некоторых западных преимущественно немецких исследователей о том что священная Римская империя воплощала не только идеалы германской нации но и общий европейский интерес даже период апогея могущества власть императора в пределах западной и центральной Европы была весьма ограниченной ограниченной империя не могла полностью подчинить себе ни Польшу ни Венгрию ни Данию и тем более Англию попытки германских императоров установить свое восходство над славянскими и прибалтийскими народами также не увенчались в полном мире целом императорский вариант стремления к универсализму был во многом ограниченней по средствам церковного и по католической церкви располагала агентами как священниками так и миллиарами во всем тех европейских странах где не чувствовалось никакого влияния императора вот российский ученый Юрий Игор под предоставание убеждает что германская империя с самого начала было рыхлым и неустойчивым образованием он глобиратом феодальных государств и владеем непрерывно ссорящихся и с трудом терпящих терпящих точнее своего верховного цюзерена императора который не имел даже постоянного домена фактически его власть превратилась в фикцию уже в середине тринадцатого века так что реальная роль империи как проводника европейской идеи была очень незначительной в связи с вышесказанным любопытно отметить что идеологическое обоснование политическая практика священно-европейской империи германской нации получила только в начале четырнадцатого века немецкий историк аббат Энгельберт Дагмунт в своем сочинении о происхождении и упадке римской империи носящейся к 1307-10 годам доказывал необходимость единой империи в Европе он рассматривал императора как высшего арбитра для сохранения мира который должен в своих решениях опираться на единый имперский закон как это было во времена древнего лица характерно что великий итальянский поэт и гуманист Данте Олегьери исходя из античной традиции тоже считал оптимальным создание универсального государства во главе с химским императором в то же время он рассматривает империю скорее как царство мира царство мира призванное преодолеть вражду международами и вести разумные единые законы в своем трактате монархия написанном в 1312-13 годах он заложил основы светского толкования европейского единства светского толкования основы светского толкования европейского единства Данте считал монарха во главе единой империи истинным дарантом мира европы был христианские добродетели справедливость и благополучие защищая светскую императорскую власть отписал здесь есть единственная власть стоящая на себе властями во времени и превыше того что измеряется время представление этого маркира или империя не должна быть диспотии а союзом разных стран с различной степени афгономии симметричной федерации управляемый верховным правителем источником власти которая является воля господа бога а не папы риску более того данный при жестком заключении что именно император священной империи есть истинный наместник бога на земле папе же он предоставил заботу о жизни вечной наступающей после жизни именно при такой наилучшей организации возможно наилучшее устройство мира где справедливость мирового государства которое условия средневековья осматривалась пределах европы главной задачей которого являлись нравственные интересы именно всего подачи идея общеевропейского государства детства связывается задачей установления всеобщего мира и по мнению автора божественной комедии монарх уже достиг господства над всеми народами и у него нет причин стремиться к новым завоеваниям он заинтересован поддержание всеобщего мира вот такая логика которая нам дает основание о том что данте стоит у истоков пацифистского понимания римской идеи пацифистского понимания римской идеи на как бы высоко он и превосносил реператора власть христианской церкви средние века была не только более универсальной но и более действенной в конце концов все вот имперские варианты римской идеи меркли сравнение с теохранительскими концепциями определяющими дух времени да и для самого итальянского мастерителя мир являлся прежде всего христианским единая европа христианская понятная империя именно христианские добродетели должны были стать основой внутри европейского примирения европейские гуманисты принявшие у него доставляется пацифизма также призывали к братству всех европейцев его христе ну а духовную основу европейскости в тринадцатом веке создавал все же павский рим распространивший свои универсальные ценности на большую часть континента дополнительные вещи этому престолу придавали огромные средства и материальные ценности накопленные католической церковью которая к тому же владела в некоторых странах едва ли не третью земелью стремление католической церкви ставить себя выше любых суверенов парадоксальным образом привело к рождению политической демократии в европе в этом случае признание в 1213 году английского короля иоанна безземельного вассалом папой римского на кредите 3 чтобы получить его поддержку избежать отражения французских войск в территории Англии стала последней каплей переполнившей чашу терпения английских бородов вот это обстоятельство а также ужесточение налогообложения и другие злоупотребления со стороны короля привели к восстанию наиболее влиятельных феодалов фактически гражданской войне в которой английские бороны сражались с норвежскими и датскими наемниками короля ну не вдаваясь в подробности гражданской войне и других политических перипетий скажу лишь что этот конфликт закончился подписанием иоанном безземельном 15 июня 1215 года это магна карта либертитум великой карты и вольности это один из основополагающих документов по сути первой и первая официальная британская конституция ну где возможно впервые начали отражение такие идеи как господство права суд равных равенство всех перед законом защита прав человека как юридической категории в начале 13 лет ну главное содержание этого документа отражено в названии которое ему дали впоследствии хартия из некий носитель документ великая то есть важно вольность то есть встречающие права и свободы лиц изначально наиболее важных бородов послалов короля за ними всех свободных людей другими словами это правовой документ о принципах совместной жизни власти и народа на основании закона о преобладающем значение свободы личности на авторитетом государства большинство из 63 статей великой картии вольности хотя раз таки ее разделили были позднейшие исследователи в 17 веке большинство из этих статей касается ласально-кленных отношений короля и барона ограничивая произвол монарха в использовании его синие реальных правов связанных земельными владениями политические претензии аристократии нашли отражение в статье 61 где заметно стреление к созданию баронской олигархии путем учреждения комитета из 25 баронов контрольными функциями в отношении короля статей 12 и 14 предусматривают решение совета королевства ограничивающего власть короля по одному из важнейших финансовых вопросов внимания так называемых щитовых денег предназначенных для ведения войны статьи 21 и 34 были направлены на ослабление судебных прерогатив монарха в пользу барона но особое значение получили статьи обеспечивающие личную неприкосновенность и участие крупнейших налогов владельщиков в установлении уровня налогов ну а также также отражающие интересы других участников конфликта рыцарь и граждан купцов и церкви ну в частности статья 41 партии разрешает всем купцам свободное и безопасное передвижение и торговлю внутри страны за ее пределами правопозвращения и прав на без взимания с ним незаконной пользы этот документ хочу обратить ваше внимание и в данный момент номинально сохраняет свое значение хотя формально действует только три статьи защищающие права английской церкви предоставляющие права и вольности городу лондону и окрестностям ну и самая известная 39 статья о судебном преследовании по законному приговору равных обвиняемым вот послушайте ее содержание ни один свободный человек не может быть арестован посажен в тюрьму или лишен имущества поставлен вне закона выслан или лишен права другим способом против него не может быть применена сила как нельзя принудить других применить сил за исключением вынесения законного решения суда равных ему лиц или руководствуясь законами государства никому не будем продавать права справедливости никому не будем отказывать или запрещать ну причем совет из двадцати пяти баронов должен наблюдать за исполнением договора ну а в случае нарушения его королев начинает у него восстание ну кстати говоря в 1222 году похоже и раним грамотом подписал и венгерский король Андрей 2 ну по определению советской исторической науки принятие архатии свидетельство о победе феодальной реакции но странным образом эта победа помогла внедрить такие основополадающие нормы как ограничение абсолютной власти защита прав собственности и прав человека неприкосновенность личности прежде чем не стали нормы международного права за внедрение этих принципов пришлось побороться не одному поколению европейцев борьба в органе растянулась на столетие в том числе в самой Англии ибо уже в 1215 году Иоанн без имени добился от папы признания великой картии вольности не действительной и отлучения оборонного церкви ну и в дальнейшем после его смерти с 1216 по 1418 год действие картии с определенными изменениями мнениями текста это подтверждалось 32 раза и почти каждый раз предметом спору были покрытки королей собрать налоги на военные расходы и в этих конфликтах хвалась английская демократия комитет 25 баронов известен стал прообразом английского парламента возникшего по ходу второй гражданской войны в 1265 году в начале этого года по инициативе лидера оппозиции Симона Лемонфора глава графа Лейстера было созвано собрание противостоящее королю Генрику Третьему которые уходили по два рыцаря от каждого графства и по два представителя от крупных российских коммун добивавшихся от гадалов прав самоуправления то есть впервые к обсуждению государственных проблем привлекалось не только знать но и представители городского населения спустя 30 лет в 1295 году был создан образцовый в кавычках парламент состав которого послужил моделью для последующих английских парламентов в основном переводе кстати термин парламент означает галлуре помимо лично приглашенных королем крупных духовно-известных городов его вошли 37 графств и по два представителя важнейших городов создание парламента означало возникновение монархии с сословным представительством монархии с сословным представительством до середины 14 века англические заседали вместе ну а затем разделились на две палаты при этом рыцари здрав стали заседать вместе с представителями городов в одной палате отделившись от крупнейших светских духовных магнатов образовавших верхнюю палату плаку лор но это деление сохраняется до сих пор хотя конечно напоминает милость ну парламент это и есть тот основной институт созданный рыцарством в 13 веке который со временем обеспечит западу преимущество перед византией арабским полипатом японии индии китая даже перед римом это не главное наряду с уважением права собственности что уже в средние века отвечала европу от других частей земли и представительного органа ограничивающего власть монарха не было нигде в мире поэтому я на него обращаю внимание правда в российской литературе можно встретить суждение что процесс возникновения земских соборов или совета всей земли повторяет похожие социально-политические явления в общественной жизни европейских государств выразившиеся в ожесточенной борьбе короля за неограниченную полную власть но все начиная с первого собора детского собора созданного Иваном Грозным в 1549 году и заканчивая последним утвердившим в 1684 году вечный мир с Польшей разделивший Украину между Московским царством и Речью Посполитой все они не посягали на прерогативы царя да и в целом по сравнению с феодальными представителями представительными учреждениями на западе парламентом в Англии генеральными штатами во Франции и Нидерландах рейхстадом Германии кортесами в Испании сеймами в Чехии и Польше земпосковские земские соборы повыкали конечно менее значительной роль к тому же они и возникли в более позднее время и родились не из политической борьбы как народное представительство на западе а из административно-управленческой и парламент тринадцатого пятнадцатого веков собирались нерегулярно в основном для того чтобы рассмотреть новые налоги назначенные королем и и уходила на войну являлся в те времена спортом на храге средневековые парламенты были дальними предшественниками сегодняшней модели европейской парламентской демократии и это важно предшественниками сегодняшней модели европейской парламентской демократии и в сознании западных христиан глубоко оборудилось понятие справедливости как норме жизни справедливость может нарушаться но при этом не перестает быть нормой позицию четко сформулировал в 13 веке немецкий рыцарь правовер Эрке фон Реркул век господства несправедливого бытия ни на миг не может создать право писал ну средние россиянин признают даже их ученые убежден что нормально всеобщее воровство ложи беззаконии а справедливость существует конкретное исключение в 14-15 веках Европа понимаемое как западное христианское общество уже не могла зависеть от одного поверителя как показывает последующая средневековая история все усилия по достижению единства со стороны императоров накалкивались на противоположную тенденцию связанную с консолидацией государства вероят помимо того глава западного христианского мира избегал отождествления последнего исключительно с Европой претендуя на мировое господство. В конечном итоге патриаринские так и не смогли создать большое христианское государство и возглавить его. Ну, прочим, я известную задачу позиции по репетро-светской властью, как внутри церковный институт Святой Престол усилился. Власть Баб-Церкви в период, особенно, авиньонского пленения, пребыла поистине монархический непрелекаемый характер. И раньше, скажем так, кардиналами Аббатов избиралось, так сказать, местное сообщество, священнослужащие, теперь они назначались по-поедински. Папой Римский. Перманентная борьба со Святым Престолом подтачивала силы не только вот понтилика, но и империи. Ее прежняя мощь осталась прошлой. Власть императоров из наследственно-выборной, как в 10-11 веках, становилась выборной. в отличие от большинства других государей Европы, ограничившись одной лишь Германией, так как от нее отпали Италия и Бургундия, а затем и Швейцария. Вместе с тем, влияние пап на положение отделов империи заметно ослабло. В период понтификата Иоанна 22, это в 1316, в 14-й код, наградца долгий спор папства сведоритом Баварским, претендовавшим на императорский трон. Ну и поскольку заподоявливалось от соглашения достичь так не удалось, в 1338 году немецкие князья приняли решение, что избрание императора не должно углубляться папой. Авторитет и влияние представителей отдельных территориальных князь с 18-й князь в 13-й князь ну и в середине 14-го века Рейхстар или имперский сейф, который первоначально являлся советом знака при императоре, становится инструментом ограничения его влияния. В 1356 году Рейхстар принимает так называемую «золотую буллу». «Золотую буллу» — особый законодательный акт, скрепленный золотой печатью, извержденный императором Карлом IV Люксембургом, в котором закреплялся отказ императора от вмешательства во внутренние дела князей ну и устанавливался порядок выборов германского короля, который становился императором после соответствующей процедуры. Отныне избрание короля происходило по инициативе архиепископа Майнского в городе Франкфург на Майне большинство голосов единодушия выборщиков больше не требовалось, как и согласие по инициативе по инициативе он должен был лишь уменьшать императора императорской короли. Это было не его право теперь, а даром. За князяне закреплялись права на высший суд, чеканку монет, разработку политикоскопа, взимание и и введение законно объявленных частых войн. Тогда создание народами союзов, направленных против княжества убедения, рассматривалось как задовор и запрещалось. Да, но городские союзы вольные города возьмут вскоре реванш, продавав Кондейский союз, о чем мы поговорим в следующий день. Итак, германский король избирался теперь действительными и законными курфюрстами империи. Первоначально их было семь, то есть по всей священной империи только семь человек пользовались правом голоса. так была германская демократия. Три церковки и четыре свежих. Архиепископы Майнца, Кеольна и Трира, фальс граф Ренский, герцог Саксонский, Маргар Бранденбургский и король Багьяния. Все наиболее крупные демократы. Извините. Алло. Алло. Не слышу. Я не слышу. В то же время издание «Золотой буллы» Карл IV подстранировал участие в коллегии выборщиков, соперников своей династии, герцогов Австрии и Баварии. Последние войдут в составе лишь в 17 веке, это номер 18. Формирование генерства собственного аппарата управления военной, судебной и налоговой системы привел к возникновению сословных представителей орденов. С конца 15 века и до начала 30-летней войны 1618-18 годов избрание императоров осуществлялось из нескольких кандидатов со словно представительным Рейхстадом, где уже были представлены не только Курфюрсты, но и другие менее значимые князья, а также имперские города. В отличие от князей император не имел в своем распоряжении ни административного аппарата, ни общегосударственных финансов, или армии. Его власть по существу опиралась на наследственное владение, где он чувствовал себя таким же самостоятельным правителем, как и другие Курфюрсты. Ну, в итоге в условиях расслабления имперской власти кризис солидарности правящего класса привел к постепенному дроблению имперского государства. Глотая пула 1356 года, покормившая исконную немецкую свободу, лишь закрепила политическую раздробленность широкую самостоятельность немецких князей. Священная империя, где существовали конфедерации, герстов, флагов, фальцы, и имперские и вольные города, многие из которых затем процессы войдут в данный. Постепенно независимое территориальное государство становилось важнее имперского 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 имперского. Вместо я знать пособило свои земли, превратили их в наследственные, обложила население налогами, закрепостила грестьян. Но важнее всего было то, что она подняла своих подданных право апелляции в Витборский суд против решения их суда. Несоответствие имперских институтов требования времени, развал военной финансовой организации, децентрализация способствовали потере императоров реальной власти. За ним оставался лишь титул, который не давал королям Германии больших дополнительных полномочий, хотя нормально они стояли выше всех королевских домов Европы. Но все же, все же, возможности князей усилиться насчет императора имели свои пределы. Император не только оставался единственным человеком, который обладал полномочиям созрывать императорские войска в случае внешней угрозы, но и контролировал находящиеся в его руках объекты общего пользования, объекты общего пользования, такие как крепости, дороги и рейки. Золотая була, созданная курдюристами и для бургюристов, не изменила положение ни примерно 300 светских и духовных властителей разных родов, ни примерно 2000 рыцарей, получивших свои земли непосредственного императора, ни 85 вольных имперских городов, разбросанных от Балтийского моря до Швейцарии, чья роль средоточий богатства и промышленных центров только возрастала. Но все они продолжали находиться под императорской юрисдикцией, осуществляемой сначала через домашние, затем дворцовый и, наконец, имперский верховный суд, который заменил его дворцовый и императорский в 15-м веке. однако уже император Максимилиан, правивший на рубеже 16-го века, не добился большого успеха, пытаясь вести имперскую нововую систему и создать общую имперскую армию, но вместе с тем постоянные попытки князей утвердить новую конституцию, которая позволила бы получить большие независимости, оказались столь же неудачны. Ну, вот эти императора все же имело некоторое относительное значение, в конце концов, он был единственным, кто мог создавать королей, как однажды он пошутил императором Максимилиан. Он действительно был королем королей, поскольку все, кто теоретически находился под его властью, хотели стать королями, ну, и бывали горько разочарованы, когда их запрос был отклонен, как это случилось, скажем, с герцогом Карлом Скелом Бургунским в 1474 году. Ну, кроме того, и после принятия Золотой булы император продолжал председательствовать на международных конференциях и переговорах выступать в роли арбитра междуусобных конфликтов, назначать правителей церковных светских владений, присваиваемые, присваиваемые и питулы герцога и короля. Внешне выражением признания этих полномочий являлись особые почести, которые императоры и его послав оказывали другие властители. Но в 1438 императорская корона находилась в руках генастии австрийских гаунгуртов. В 1438 и до конца существования Священно-Вильской империи за одним кротким периодом 17-18 века корона находилась в руках генастии австрийских гаунгуртов, в котором процедура выборов не мешала передавать ее из поколения отца к сыну или от дяди племяннику. Ну и постепенно империя стала ассоциироваться не с Европой, каковы, а с Австрией и Веной, как ее столицей, хотя расстельственные земли главного включали также Кироль, Кризас и Богемию. В 1442 году она получает свое новое название Священная Римская Империя Немецкой Нации. Начальниц, чтобы отличить собственно германские земли и Римскую Империю в целом. Указа Велика 3-го 1486 года во всеобщем мире тоже говорится о Римской Империи Немецкой Нации. Но окончательно же эта формула будет утверждена решением Кернского Римстага 1512 года. Попытки реформирования системы управления империей в 15-м начале 16-го века предусматривши разделение юного круга создание высшего имперского суда ежегодного цозова Римстага запрет использования военной силы при решении конфликтов между субъектами империи не были завершены и оказались мало эффективными. В целом же подводящим к этому вопросам отметим следующее. В конечном итоге борьба пап и императору привела к раку обоих проектов теократического и сведшего стремившихся объявить по своей власти весь христианский мир то бишь Европу. И с наибольшими потерями в этой борьбе вышло из этой борьбы вышло наверное папство. Вступив на путь сведских притязаний оно так и не приобрело сведскую власть за пределами своего небольшого государства в центре Италии но утратило духовный авторитет что стало одной из важнейших предпосылок реформации. Германские же с папским престолом прерывают в конце 15-го столетия взяв за правило принимать титул императора не отправляя зрим для получения короны и дыру папы. Впрочем мы будем убедиться и власть императора постепенно приходит в упадок будет еще раз сказать одна попытка распространить пикерскую идею на большую часть Европы которая связана с именем Карла Гаусбурга которая действительно благодаря удачным и насительственным бракам организованным его дедом с миллиардом сумел по своей власти огромные территории включая Испанию Португалию Неверланды Бурбундию точительную часть Кольянского Полугородского Центральную Европу включая Австрию и Динстерлица Вщеннолитской империи ну а также огромные огромные колониальные владения в новом свете да у нас уже другая группа и до которой не уменьшается причем поговорим на следующий лейс на сегодня будем читать все закончилось спасибо за внимание встречаемся вон в коже в коже я а я буду т